Дэвид Боуи Здравствуйте, Евгений. Пожалуйста, поздравитесь. Евгений, вы прошли путь от блюза и рок-н-ролла до романсов, народных песен, музыкальных пародий. Почему? Ну, во-первых, это громко сказано. От блюза, рок-н-ролла я вряд ли являюсь таким полноправным выразителем. Я просто участвовал в командах, которые, скажем, им больше нравилось, там, играть в блюз, рок-н-ролл. Вот. Потому что назвать меня блюзменом, это будет очень громко. А какие-то были команды? Это было неправда. Ну, это группа аукционов присутствия. Почему вы с гитарой? Я с гитарой? Ну, наверное, я спою. А, ну. Просим, просим. А, старенькая песня у меня была. Именно, и называется она «Нет денег». Не будем аплодировать. Зелёные стены, белый потолок. То ли за стенок, то ли райский уголок, рядом ногая фигура лежит. То ли обнимает, а то ли сторожит. На лбу моя морщина, на сердце печать. Я сдут, как шина, нечем накачать. Ведь нет денег, а он нам вам. Ведь нет денег. Торчит на месте люстры ржавый крюк. Вдруг это древо жизни моей последний сук. Слово «Неужели в голове жужжит, Как будто жаба в луже небо сторожит?» Молю отца и сына, и духа, наконец. Давай-ка, стоп, машина, возьми к себе, отец. Ведь нет денег. Ла-ла-ла-ла. Ведь нет денег. Так нарисуйте мне в подарок миллион. Я куплю нам кусочек зеленого мыса. Я куплю нам возможность со всеми проститься. Я куплю тебе лодку, и мы уплывем. Я куплю тебе дом, без окна и с окном. Я куплю нам очаг, без огня и с огнем. Я куплю тебе веру, веру в месяц и клен. Я куплю тебе нож, ты убьешь меня днем. Ведь нет денег. Ла-ла-ла-ла-ла. Вам нет денег. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ведь нет денег. Нет денег. Аплодисменты, Евгения Дятлова. Ну что, Евгений, я не понимаю, неужели поступая в театральный институт, вы думали только о роли Гамлета и восторженных поклонниц? Я вообще на самом... О гонорарах-то? Нет, нет, я вообще в театральный институт я попал случайно. Вот, честное слово. Я приехал, хотел заниматься музыкой и только. Я переписал все ПТУ на всякий случай, если вдруг я никуда не поступлю. И я хотел попасть на джазовое профилирующее пение. Сначала я в Москве это хотел сделать, но там для иногородних закрыли стационар, и я поехал в Питер. А в Питере в мусорском училище класс вокала уже где-то три курса прошло. Я понял, что я просто нигде. Вот, и просто проходил мимо театрального института, а там набор. Я сдал документы и попал в театральный институт. Скажите, пожалуйста, Сергея Безрукова до сих пор преследует славу героя бригады. Успех абсолютный, что называется, проснулся знаменитым. Вы о такой роли мечтаете? Нет. Почему? Ну, на самом деле, скажем так, мечтать об этой роли смысла нет. Если она попадется, скажем, такая роль будет, и я ее сделаю хорошо, и вдруг, опять же, как следствие, будет, ну там, что там, востребованность, успех, какие-то новые роли, какие-то новые возможности. Вот это будет здорово. Насколько мне известно, многие актеры мечтают читать Пушкина, Бродского, а вместо этого они очень часто озвучивают рекламные ролики. Есть такое. В общем, такой философский, не побоюсь этого слова, вопрос. Вот современное искусство, это что такое, ремесло или творчество? Как к этому подходить? Как сам, каждый себе тоже как выберет, так оно и будет у него. Либо ремесло, либо творчество. Вот мне очень нравится, мой режиссер, я, в общем, так нагло смею заявить, Семен Яковлевич Спивак. Вот он говорил, что отличает профессионала от творца, а профессионал берет для себя задачи, которые он способен выполнить, а творец всегда, в общем, двигается к той задаче, которую, вот на первый взгляд, ему выполнить практически невозможно. Вы кто? Профессионал или творец? Я думаю, тоже, в принципе, я хочу брать задачи, которые, на первый взгляд, ну, практически невыполнимы. Но при этом, извините, он профессионал. Аплодисменты творцу профессионалу. Анастасия, вопрос к вам. А бывало все-таки такое, чтобы Сергей Курехин играл ради гонорара или сочинял ради гонорара? Вы знаете что, я вот не помню.